Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео я рассказывал о вот таком вот датчике температуры DS18B20 в герметичном металлическом корпусе. Речь шла о его распиновке и подключении кардуина УНО. Ссылка на прошлое видео есть в описании и появится в подсказках. В этом видео мы будем выводить показания датчика, то есть температуру в градусах Цельсия, на вот такой вот четырехсимвольный светодиодный индикатор. Но предварительно проведем оптимизацию кода скетча из прошлого видео, убрав все лишнее, чтобы он занимал минимальное место в памяти. А затем добавим в него код для работы со светодиодным индикатором и загрузим в Arduino Uno. А если получится, то и в ATTini 13. Возвращаемся к коду скетча из прошлого видео. Для тех, кто его не смотрел, это скетч взятый из примеров в библиотеке OneWire. Только пин подключения я поменял тут с десятого на второй. Начнем из данного кода удалять все лишнее. Вначале уберем комментарии. Они, конечно, места в памяти не занимают, но в целом загромождают код. Само собой, подключение библиотеки и инициализацию, связанные с ней переменной, мы оставляем. Далее в функции Setup оставляем инициализацию серийного порта. В функции Loop переменной пока все оставляем, потом уберем лишний. Во-первых, убираем блок кода, связанный с функцией DSSearch. Дело в том, что в этом блоке кода осуществляется поиск подключенных к схеме датчиков. Вообще их можно подключать несколько, при этом у каждого датчика будет свой уникальный адрес, по которому мы можем обращаться именно к нему. Но предполагается, что датчик у нас всего один и вместо поиска можно отправить команду, которая указывает датчику, что поиск по адресу осуществлять не нужно. Далее мы удаляем блоки кода, где выводится служебная информация датчика, контрольная сумма и определяется модель чипа датчика. Мы и так знаем, что у нас чип DS18 и B20, так что данная информация для нас лишняя. Теперь наконец-то переходим к блоку кода, отвечающему за обмен данными с датчиком. DSReset оставляем, так как эта команда производит сброс всех предыдущих команд и установок датчика. Она нам нужна обязательно. А вот следующую функцию DSSelectAdder меняем на DSWrite, так как датчик у нас всего один и поиск других подключенных датчиков осуществлять не нужно. Следующую функцию DSWrite, которая как раз и отправляет команду датчику измерить температуру, оставляем. Да, кстати, в прошлом видео забыл сказать, что единицу из второго аргумента можно убрать, так как она задействуется в так называемом режиме паразитного питания, в котором датчик получает питание по линии связи DEQ. В этом режиме для подключения устройства к микроконтроллеру достаточно двухпроводной линии связи. Но так как мы используем более стабильный режим работы с внешним питанием, то единицу можно убрать или поставить вместо нее 0. Далее оставляем паузу в одну миллисекунду, пока датчик проведет измерение. И после этого снова производим сброс всех параметров. И вновь сообщаем датчику, что другие подключенные датчики искать не нужно. И с помощью функции DSWrite с новым аргументом отправляем команду передать нам значение регистров считанной температуры. Все эти команды есть в даташите к датчику. Ссылка на него будет в описании под видео. Здесь у нас есть и reset, и пропуск поиска подключенных датчиков, и команда на измерение температуры, и команда на получение результата измерения. Далее у нас идет блок кода, который отвечает за обработку считанного с датчика значения температуры. Это значение хранится в первых двух передаваемых байтах, которые мы считываем с помощью функции DSRead. Хотя в данном блоке кода мы считываем целых 9 байт, но для работы нам понадобится только два считанных байта. И соответственно в целочисленную переменную raw размером в 2 байта записывается сначала байт номер 1, то есть второй из считанных. Далее сдвигаем все его 8 бит влево, чтобы освободить место для байта 0 и объединяем их в одно число. Можно добавить функцию Serial Print PrintLineRaw, чтобы у нас выводилось полученное число. Загружаем скетч в ардуино, открываем монитор порта и видим как остается три строки. Первая с 9 байтами данных от датчика, вторая со значением переменной raw и третья со значениями температуры. Для проверки можно открыть обычный калькулятор Windows, изменяем его вид с обычного на программист и переводим в 16-ричный режим. Далее вводим значение первых двух байт, например 1 и 41 и переключая в десятичный режим получаем значение переменной raw, то есть 321. Далее идет блок кода, который нужен для датчиков с более низким разрешением. Собственно здесь и написано, что при низком разрешении младшие биты не определены и нужно их определить в зависимости от разрешения, чтобы получить правильное значение температуры. Но у данного датчика по умолчанию разрешение 12 бит, так что нам данный блок не понадобится. Вообще для увеличения скорости вычисления температуры разрешение датчика можно менять, внося изменения в регистр конфигурации датчика. Но в данном случае нам это не нужно, так что пусть остается значение по умолчанию 12 бит. А данный блок кода можем спокойно удалять. После этого полученное значение мы переводим к вещественному типу и делим на 16, чтобы получить значение в градусах Цельсия. 16 это постоянная величина, связанная с двухбайтным, то есть 16-битным представлением температуры в мозгах датчика. Температура по Фаренгейту нам не нужна, так что убираем соответствующие строки кода. Также убираем строки кода с ненужной нам информацией и переменной, которые мы не использовали. Загружаем скетч в Ардуино, открываем монитор порта и видим показания текущей температуры. Скетч уже занимает существенно меньше места, 3854 байта в памяти. Если убрать операции с монитором порта и попробовать скомпилировать его для ATKINI 13, то он занимает всего 510 байт. Больше чем в два раза меньше, чем в прошлом видео. Но давайте еще немного оптимизируем скетч и подготовим его для вывода на светодиодный индикатор. Вместо цикла последовательно считаем 2 байта, вначале объявив переменную temp, типа integer, и считаем в нее первый байт. Далее произведем сдвиг влево и считаем в эту уже переменную второй по счету байт данных датчика. То есть конструкция идентична прошлому варианту, но куда компактнее. И тут мы используем всего одну переменную вместо трех. После умножим полученное число на 10 и произведем сдвиг вправо на 4 бита, что равносильно делению на 16. Полученное значение будем выводить в монитор порта. Я специально оставлю первый вариант, чтобы вы увидели разницу. Только нужно будет снова сбросить все данные и обратиться к датчику за измеренной им температурой. Загружаем скетч, открываем монитор порта. Первое дробное значение это текущая температура, рассчитанная прошлым методом, а вторая новым. Видно, что новая температура представляет из себя старую, увеличенную в 10 раз с отброшенной дробной частью. Именно такое число нам и нужно для дальнейшей передачи на светодиодный индикатор. Количество цифр будет определять количество задействованных нами секций светодиодного индикатора, а последняя цифра всегда будет дробной частью, занимающая крайне правую секцию и отделенной точкой. Если же мы хотим вывести в монитор порта привычное вещественное представление числа, то нам достаточно добавить вот такой блок кода, который производит обратную операцию, делит наше значение температуры на 10, добавляет точку и выводит остаток отделения. Уберем из скетча все лишнее, получаем самый компактный вариант кода и посмотрим сколько он займет места в памяти. На ардуино получается всего 2646 байт, а на отойти не 13 почему-то 522 байта, то есть на 12 байт больше, чем в прошлом варианте. Ладно, пока это не важно. Переходим к работе по подключению светодиодного индикатора. Я буду использовать светодиодный индикатор на 4 символа. Крайнюю слева секцию зарезервируем для вывода знака минус при отрицательной температуре. Крайняя справа секция будет выводить десятичные цифры, а две центральные целое число от 0 до 99. Размещаем индикатор на макетной плате и подключаем его к сдвиговому регистру 74HC595 согласно от таблицы, ссылка на которой будет в описании. Добавляем на макетную плату датчик температуры и соединяем его цифровой выход со вторым пином ардуино. Не забываем про подтягивающий резистор 4,7 кОм или близкого номинала. У меня резистор на 5 кОм. Открываю один из своих скетчей из прошлого видео, где я подключал четырехсимвольный светодиодный индикатор к ардуино и объединяю его со скетчем из этого ролика. Прокомментирую получившийся объединенный скетч. Вначале также подключаем библиотеку OneWire. В массив битовых представлений цифр добавлю два элемента. Один который будет соответствовать минусу, а второй будет выключать абсолютно все сегменты светодиодного индикатора. Своеобразный знак пробела. После паузы добавлю массив TempDigi, состоящий из четырех элементов по числу секций светодиодного индикатора, куда будем записывать какое число или символ в какую секцию будем выводить. И добавляется переменная таймер, так как от функции дилея и задержкой в 1000 миллисекунд придется отказаться, иначе у нас светодиодный индикатор будет моргать раз в секунду. Далее определяем работу пинов с 7 по 13 на выход. Это пины, подключенные у нас к сдвиговому регистру и светодиодному индикатору. В функции loop заменяем функцию delay на таймер с использованием функции millis, то есть к датчику мы обращаемся раз в секунду. Далее идет код из прошлого скетча. А после него идет блок кода, который преобразует получаемую с датчика температуру, умноженную на 10, в массив символов для вывода на светодиодный индикатор. То есть вначале мы проверяем, если температура меньше нуля, то третьему элементу массива и соответственно четвертой, если считать справа секции светодиодного индикатора, присваиваем знак минус. При положительной температуре все сегменты секции гаснут, то есть мы присваиваем символ пробела. Цифра для крайней справой секции определяется остатком от деления переменной соответствующей температуры на 10. А далее если число температуры менее 100, то есть сама температура менее 10 градусов Цельсия, то второй символ мы получаем делением на 10, а третий символ у нас будет пустым. А вот если более 100, то есть более 10 градусов Цельсия в плюс или минус, то для второго символа мы делим на 10 остаток от деления на 100. А третью цифру получаем делением переменной темп на 100. И далее в цикле мы последовательно с задержкой в одну секунду отправляем полученный символ или цифру на каждую из секций светодиодного индикатора с помощью уже знакомой по прошлом видео функции шоу диджитал. В самой функции шоу диджитал небольшие изменения по сравнению с прошлыми видео нужно добавить условие, что если речь идет о втором символе светодиодного индикатора, то нужно включить у него точку. То есть мы добавляем один бит к битовому представлению цифры, который как раз и ответственен за включение сегмента точки. Загружаем скетч в ардуино и видим как на светодиодный индикатор выводится комнатная температура 22,3 градуса. Опустим датчик в баночку со льдом и посмотрим как будет меняться температура. Инерция у датчика достаточно большая, так что охлаждается, как впрочем и нагревается он не мгновенно. Но надеюсь удастся получить отрицательную температуру, пока кубики льда у меня не растают. Тем более, что кубики льда прилегают к датчику неплотно. 0 градусов. Наконец-то перешли к отрицательным температурам и загорелась секция с минусом. Теперь наоборот поместим датчик в горячую воду. Сразу наблюдается резкий рост температуры. Все прекрасно работает и показывает температуру около 70 градусов Цельсия. А вот загрузить скетч в данном виде в ATT-13, естественно с поправками на работу с ним мне не удалось. Скетч занял 1118 байт, что почти на 100 байт больше, чем флеш памяти у ATT-13. То есть он совершенно спокойно поместится в память более старших моделей ATT-25, 45, 85. Об этом сделаю отдельный ролик уже в новом году. Но постараюсь ужать код скетча, чтобы он поместился и в ATT-13. Возможности по оптимизации кода здесь еще есть. Расскажу вам о своих успехах в новых видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся!